Друзья, всем привет! Сегодня я хочу поделиться своим любимым чаем из базилика. Для этого мне нужен базилик. У меня вот такой вот красный базилик. Я взяла еще лимон. Ну, конечно же, этот напиток можно пить и без лимона. Можно добавить сахар или мед. Но, естественно, что мед добавляется в теплый напиток. Это такой вкусный напиток, который очень полезен для пищеварения. Он успокаивает, тонизирует. Давайте готовить. Я отправляю листья базилика в заварник. Вот эти вот стебли толстые я не добавляю, потому что они такие вот грубые и дают совсем другой вкус напитку. Но мне не очень нравится. Можно листочки вот так порвать, а также можно и порезать. В базилике очень много полезных витамин, микроэлементов. Он очень полезен для организма. Но единственное, что беременным, конечно же, нужно консультироваться у доктора при приеме такого чая. Вот, потому что это все связано с гормональным фоном. И у кого проблемы с щитовидной железой, тоже нужна консультация доктора. Сейчас это все заливаю кипятком. Конечно же, напитку нужно постоять и завариться. Лучше всего, если вы его накроете полотенцем или еще чем-то таким тепленьким. Смотрите, какого он цвета становится. Такой красивый, интересный цвет. Сейчас я налью в чашечку, потом вылью назад. Цвет такой какой-то синий или голубой, видите? Но очень красивый. Все, отправляю все назад. И накрываю заварничек. Оставляю его где-то на 10 минут. Прошло 10 минут. Напиток уже заварился и он стал темного цвета. Напиток вот этот уже готов к употреблению. Смотрите, какой красивый цвет. И как он сейчас с помощью лимона будет меняться. Добавляю сюда лимончик. Лимончик тоже нужно добавлять в негорячую воду. Потому что если вы лимон добавляете в горячую воду, то все витамины испаряются. Смотрите, как меняет свой цвет напиток уже. Очень красивый становится, розовый. Аромат, очень вкусный аромат. Все, напиток готов к употреблению. Я всегда добавляю сюда чайную ложечку меда. Но только не в горячий, а в теплый. Очень красивый получается цвет. Можно, конечно, приготовить из зеленого базилика чай, но тогда не будет такого красного яркого цвета. Но чем-то можно добавить. Может быть, малиновое, клубничное варенье. И все равно будет очень вкусно и полезно. Давайте сюда еще налью другого цвета. Вот видите, какой он еще больше настоялся. И цвет очень красивый тоже у него. А чай очень полезен. Не забывайте подписываться на мой канал. Пишите свои комментарии. Всем пока и до следующего видео.